Видео сделано при поддержке группы Герои и Злодеи ВКонтакте. Переходите в группу по ссылке в описании. Всем змеиный привет, пипл, любители комиксов и крутых персонажей. С вами Снэйк и рубрика Герои и Злодеи. Как я вам и обещал, а я выполняю обещание, мы будем говорить о Роршахе. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы, чтобы вы узнали, почему он назвал себя именно так. Итак, приступим. Думаю, каждый из вас слышал о так называемом тесте Роршаха. Но что это такое? Это проективная методика исследования личности, созданная Герман Роршахом в 1921 году. По своей популярности в психодиагностических исследованиях личности, данный тест занимает ведущее место среди других проективных методик. Стимульный материал к тесту состоит из 10 стандартных таблиц с черно-белыми и цветными симметричными аморфными изображениями. Так называемые пятна Роршаха. Но как вы знаете, наш Роршах и носит маску с этими рисунками и назван в его честь. Но до того, как он стал таковым, он был просто человеком, правда с неудачным прошлым. Уолтер Ковач родился 21 марта 1940 года. Родителями Уолтера Ковача является Сильвия Ковач, которая была проституткой и некий мужчина по имени Чарли. Его мать часто проявляла жестокость к сыну, видимо из-за того, что была вынуждена заниматься проституцией именно для того, чтобы содержать сына. Он часто становился свидетелем сношения матери с ее клиентами. Также его часто избивали из-за этого. В июле 1951 года он был отдан в органы опеки после того, как напал на двух мальчиков, старше его, за то, что они издевались над Нил и называли его сыном проститутки. Он частично ослепил одного из них сигаретой, а другому откусил кусок лица. Он был отправлен в детский дом имени Лиллиан Чарлтон для проблемных подростков, где находился до 1956 года. После ухода из приюта в 16 лет Ковач узнал, что его мать погибла, и он был этому очень рад. Вскоре он получил работу в магазине одежды, которую он нашел неприятной, но терпимой. Позже он взял именно здесь ткань, которая послужила ему его маской, которую он считает своим истинным лицом. Эта ткань получена с помощью технологии доктора Манхэттена. В передней части маски находятся две вязкие жидкости, черная и белая, между двумя слоями латекса. Жидкости постоянно смещаются, реагируя на температуру и давление, формируя симметричные пятна, как для теста Рошаха. Жидкости никогда не смешиваются и не образуют серый цвет. Первоначально он оставлял преступников живых, чтобы тех смогла арестовать полиция, но кое-что его изменило. В 1975 году Ковач проводил расследование пропажи молодой девушки по имени Блэр Рош, пообещав ее родителям, что вернет ее живой и здоровой. Он нашел адрес швейного магазина, в котором он нашел белье девочки внутри печи и двух собак, крызущих человеческие кости. Будучи убежденным, что мужчина по имени Джеральд Грис убил девочку и скормил ее останки собакам, Ковач дождался его прибытия. Кинул в Гриса к тому моменту уже убитых Рошахом собак и после связал его. Грис наставил, что не убивал Блэр, но Ковач палил его керосином и поджег. Тогда он и стал тем Рошахом, которого мы знаем. Рошах берется за расследование смерти Эдварда Блейка, комедианта, и узнает, что он один из двух героев, действующих под началом правительства. Ковач считает, что кто-то начал охоту на бывших героев в костюмах. Его подозрения только подтверждаются, когда доктор Махэттен покидает страну, а Адриан Вейд, бывший Азимандия, становится как-то связан с гибелью Блейка. Рошах допрашивает Молоха, бывшего злодея, который неожиданно появился на похоронах Блейка. Позже он получает записку от Молоха, в которую он приглашает его прийти за дополнительной информацией, и Рошаха хватает полиции, как только он попадает в квартиру. Рошаха отправляют в тюрьму, где большинство заключенных попали туда так или иначе с его помощью, в том числе и большая шишка Карлик, который является авторитетом в тюрьме и больше всех жаждет крови Рошаха. Во время обеда на Рошаха пытается напасть один из заключенных, держа в руках заточку, но Ковач хладнокровно оббивает нападение и обливает лицо заключенных кипящим маслом, и кричит перед всеми, что это не его запялись с ними, а их с ним. После того, как заключенный умирает, в тюрьме вспыхает бунт. Каждый хочет добраться до Рошаха. Телохранители Большой Шишки пытаются его убить, но в итоге Рошах сам убивает их без особого труда. Ночной Филин и Шелковый Призрак в конце концов помогают ему выбраться из тюрьмы и принимают его маску вместо лица, понимая, насколько сильно это его сломило. Ночной Филин и Рошах вылетают в Антрактиду. Они изучают истинные мотивы Уэйта и узнают о его заговоре объединить мир, находящийся в преддверии ядерной войны, против одного общего врага, уничтожив для этого миллионы людей. Он сообщает, что привез свой план в действие еще до их прибытия. Доктор Манхэттен и Шелковый Призрак прибывают на Землю и видят разрушенный взрыв в Нью-Йорк. Несмотря на ужас после случившейся, Ночной Филин, Шелковый Призрак и Доктор Манхэттен согласны умолчать о том, кто устроил взрыв, так как Соединенные Штаты уже подписали мирный договор с Советским Союзом. Рошах отказывается сотрудничать и утаивать правду и намеревается вернуться в США и рассказать, но Доктор Манхэттен убивает его. В финальных сценах комикса Дневник Рошаха оказался в редакции, в одной из правоориентированных газет. Редактор поручает своему помощнику найти систему, чтобы заполнить две страницы пространства в номере. Помощник тянется к файлу, где находится Дневник Рошаха. На этом история заканчивается и результат остается в воображении читателя. Так кем же был Рошах? Героем или все-таки нет? В одном из интервью канала BBC Алан Мур сказал, Рошах был создан как способ изучения того, как архетип супергероя с твердыми моральными принципами, вроде Бэтмена, может существовать в реальном мире. Он говорит, что краткая характеристика персонажа – психопат. Вот и все, пипл, на этой ноте я заканчиваю. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Можете предлагать и своих любимых героев, возможно именно на него и будет следующий обзор. Также подписывайтесь к нам в группу ВК и на страницу в Фейсбуке. Всем удачного дня и сайонаре! Субтитры создавал DimaTorzok